Каратаев успевает сбить скорость Шайбе, но она по-прежнему под контролем ЦСКА. Лайпсик на пятах Сошникова, бросок, и Шайба рядом со штангой прокатывается. Да, сейчас армейцы здорово действуют. И Блажаевский, пас на дальний угол! Марио Кэмпе! 3-0! Блажаевский вытягивает на себя Александра Осипова, пас на дальнюю штангу, и Кэппе уже, по сути, в пустые ворота отправлял Шайбу. 3-0! ЦСКА развивает свое преимущество в матче против Нижнекамского нефтехимика. Да, и Шайба остается у игроков ЦСКА. Пас под ворота, здесь Сошников. Лайпсик, прошу прощения, Лайпсик, как Шайбу контролирует, пас, правый круг, бросование, и гол! Отличная комбинация, и Сошников не стал сам бросать, а отдал как раз передачу на партнера, на Марио Кэмпе, который, получается, оформляет дубль в сегодняшнем матче. Но за 30 секунд до появления Алексея Волгина, армейцы реализовывают большинство в этом сезоне у ЦСКА. Десятый показатель в лиге был, это их 28-й гол. Макмиллан слишком далеко от себя, Шайба отпустил Брэндон Макмиллан. Лайпсик в среднюю зону пытался на скорости пройти, остановил его Брэндон Макмиллан. А Кэмпе бежит в воротом и забивает! Это счет три! Третий гол Марио Кэмпе в этом матче и 5-1 на последней минуте второго периода. Ну вот видим здесь вот потеря, и вот так удачно как раз в этот момент Кэмпе на скорости накатывал, и вышел он 1 на 1 против Каратаева, ну и все сделал просто великолепно.